Город должен быть удобен для всех. Именно поэтому очень важно продолжать развивать столичную инфраструктуру. По словам специалистов, сегодня необходимо совершенствовать дорожно-уличную сеть, строить новые развязки и разгружать центральные автодороги. Несмотря на множество задач, для благоустройства города все же сделано немало. Увеличивается количество парковых зон, укладывают и велодорожки. На сегодняшний день по всей столице проложено порядка 30 километров велодорожек. Так называемый шоссе для велосипедистов хотят соединить по всему городу. К примеру, велодорожка на магистрале может быть соединена с дорожкой по проспекту Чингиза-Айтматова. Так называемая единая сеть позволит горожанам свободно передвигаться по городу, что в свою очередь положительно скажется и на экологии. Сегодня большая часть велодорожек уложена в центральной зоне столицы. В Бишкек глав архитектуре сообщают, что такую сеть можно протянуть и до жилых массивов. Молодежь сможет передвигаться на двухколесном транспорте до окраин города. Нам надо довести до жилых массивов велодорожки. Молодежь может перемещаться на велосипедах. Вот такой вот. А сейчас мы в центре только охватили. Даже можно придумать, даже система, есть интермодальная система, называется, где нет велодорожек, человек приезжает, доходит на общественном транспорте. Есть места, приспособленные для велосипедов. Они ставят свои велосипеды или могут повесить, добираются, а потом на велосипеде. Сегодня в инфраструктуре столицы делается упор на создание удобств для горожан. К примеру, в планах муниципальных властей стоит вопрос создания пешеходных пространств для жителей города. В чем прелесть пешеходной улицы? Не так, чтобы походить там, прошелся по этому. Где есть магазин, где есть пункт общественного питания, где интересно ходить людям. Утики, да? Вот такую нам надо часть взять города, чтобы там было. Это будет интересно для туристов тоже. Появится мировым временем. Там, где пешеходная зона, очень много преимуществ. Там идет такой толчок, дает развитие бизнеса. Инфраструктура развивается вместе с городом. Однако инженерная сеть не раз подвергалась критике, говорят архитекторы. Нельзя забывать и о незаменимой роли растений в повышении комфортности и эстетики города. А главное, в обеспечении экологической защиты горожан. К слову, проблема экологии в последние несколько лет в столице стоит весьма острая. Решением этой задачи может стать строительство так называемых пассивных домов. Наш город, он практически на 80% состоит из частного сектора, который отапливается самыми различными, не экологическими, будем говорить, видами топлива. Запад, он давно сталкивался с этой проблемой. У них тоже частный сектор довольно значительный. Там реализована идея так называемого пассивного дома. Этот дом вообще электроэнергию не потребляет на отопление. Вот этих лампочек, которые горят там и выделяют какое-то тепло, его достаточно для отопления этого дома. Я считаю, что нам надо как раз эту концепцию у нас внедрять. Мы тоже над этим сейчас активно работаем и в ближайшее время сделаем предложение. Сами горожане просят власти обратить внимание на качество строительства тротуаров. Не хватает и урн для мусора. Город должен быть чистым, говорят они. К нам начали приезжать туристы и у нас в центре города лежит мусор. Урн для отходов мало. Некоторые не находят баки и просто выкидывают обертки, пакеты и пластик. Столица должна быть чистой. К сожалению, новые тротуары тоже быстро ломаются. На это стоит обратить внимание. Также столице не хватает остановочных зон. Нельзя забывать и оборосительной сети, говорят горожане. Больше основок нужно. Не хватает основок по улицам. Особенно по длинным улицам, такие Ахумбаева, например. Самое главное, чтобы было чисто и красиво. Отметим, что сегодня стоит вопрос разработки нового генерального плана столицы. Существующий документ был запроектирован еще в 2006 году. И срок его действия начинает подходить к концу. Сегодня вместе с разработкой генерального плана можно внедрить и мастер-план, говорят архитекторы. Документ может углубленно охватить все сферы развития инфраструктуры города.